И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваньки, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен подведению итогов прошедшего ивента, который был посвящен 8 марта. Плюс небольшой, наверное, вкратце разговор обо всем том, что у нас происходит в игре в последнее время. Плюс ко всему прочему, открытие непосредственно 7 ультра-контейнеров, которые я получил с супермиссией за 8 марта. Обо всем по порядку, при этом я думаю, что скатаем один боёчек в регби. Почему именно регби? Почему именно данное вооружение? Всё очень и очень просто. Именно на этом вооружении в большинстве своём я провёл весь данный ивент. Заметил много интересных моментов, но и, скорее всего, вспомнил это самое имбовое, интересное, жёсткое нагибаторское вооружение, на котором я не играл какой-то определённый период времени, в связи с тем, что оно мне просто надоело. Оно мне надоело до той степени, что я на время забывал вообще об этом формате, переходил на другие форматы, условные джиггернаут, осада, даже контроли точек всякие, потому что, ну, постоянно играть на одном и том же надоедало, но сейчас я могу с уверенностью сказать, что я отдохнул от всех сочетаний и могу сказать, что на этом сочетании стало формить ещё выгоднее, чем было у нас раньше. Плюс произошли изменения в балансе самого матчмейкинга, и таким образом теперь за счёт этих изменений в лучшую сторону вы на этом вооружении можете заработать ещё большее количество кристаллов. Даже при том раскладе, что якобы произошёл нерв Хоппера, Хоппер стал менее имбовый, но я вас уверяю, что эти изменения с корпусом никак абсолютно не повлияли на это сочетание, и оно продолжает давать вам возможность заработка большого количества кристаллов. Плюс ко всему прочему, теперь, как я уже сказал, за счёт изменений в количестве игроков в матчмейкинге, у вас возможность на этом сочетании зарабатывать кри стала ещё больше, и если раньше в среднем за каждый матчмейкинговый бой на X фондах повышенных вы могли зарабатывать в порядке и в районе 4000 кристаллов за матчмейкинговый бой, то теперь это количество может быть как 5000, так и 6000, и всё, что вам нужно делать, это просто подбирать мячи, стараться выигрывать бои и пытаться доставить как можно больше мячей за короткий период времени. При том раскладе то, что сейчас у нас в большинстве случаев, когда вы играете в соло, кидают катки 6 на 6, ну, именно данный бой у нас, я так понимаю, 10 на 10, да? Да, здесь явно больше 10 на 10, но вообще в большинстве случаев бросают именно сейчас на бои 6 на 6, то, соответственно, у вас есть отличнейшая возможность зарабатывания хороших количеств кристаллов. Сегодня у нас уже, конечно же, нет в игре никаких повышенных фондов, но так чисто для статистики, я думаю, что можно будет даже здесь обратить внимание на это и посмотреть, сколько я получу с такого боя. Я, конечно, играю днём и, возможно, здесь по балансу, ну, всё крайне просто, да, по заработку, но я думаю, что не особо сильно что-то поменялось. Вот видите, у меня уже 400 очков, доставил 3 мяча, все из 3 и, в принципе, ну, очень-очень приятно то, что можно поднимать хорошие игры, но сегодня, наверное, немного не об этом, это просто так, к слову. Что касаемо самого ивента, я, как уже сказал, на каком вооружении играл, поднял очень хорошие цифры по кристаллам, по ивенту, по выходным скажу, что мне реально понравилось. То есть, у нас был соло Джиггернаут, ну, можно сказать, обычная ДМка, только в ней есть ещё Джиггернаут, и эта ДМка удалась, да, как и удалась у нас ДМка, которая у нас была на Рио, Серпухове и Борде, так же само удалась и эта ДМка. Я просидел 2 дня довольно большое количество времени, наловил хорошее количество и голдов, и кристаллов в сумме, поднял за 2 дня порядка 700-800 тысяч кристаллов, перевалил за 10 миллионов кри, что является тоже таким определённым значением, к которому я двигаюсь, для себя хочу пятнашечку, пятнашечку в ближайшее время оформить, не спрашивайте зачем, на что коплю, ни на что не коплю, ну, просто чисто для себя хочется сделать новый рекорд, которого у меня ещё не было на аккаунте, ну, и, возможно, этому тоже посвятить, возможно, какой-то видеоролик, может, ещё что-то. Так, у нас пока в катке 3-3, я хоть и как бы разговариваю, но этот бой хотелось бы выиграть, я очень неграмотно ещё за дрэк прожил, поэтому давайте попробуем выиграть и постараться. Что касаемо онлайна, то онлайн у нас сохранился, среднестатистически, можно так сказать, пятнашечка стабильная у нас была на выходных на протяжении двух дней, там плюс-минус 100 человек, может быть, там не хватало, потом один день там хватило, то есть онлайн хороший, и я для себя, наверное, понимаю, что проект пытается держать планку, и у него это очень даже неплохо получается, например, вчера уже у нас был вторник, без никаких ивентов, вечером в пике онлайна было 13 тысяч, если сравнить эти цифры с теми цифрами, которые у нас, например, были 2 месяца назад, то там средний онлайн был около 10 тысяч, соответственно, после ивента, ну и вообще, в принципе, онлайн у нас уже на 3 кассика больше. Это очень неплохие показатели, с моей точки зрения, и я надеюсь, что разработчики в дальнейшем по этому поводу будут думать, работать и делать правильные выводы, стараться акцентировать на этом внимание и пытаться удержать этот онлайн, чтобы игроки заходили не только на ивенты, но и старались как бы их удерживать на обычных днях в типичном, обычном режиме матчмейкинга в танках. 11 секунд у нас до конца боя, я так понимаю, что либо я проигрываю этот бой, либо это ничья, доставить я уже точно никак не успею. Да, ничейка, но и с ничейки за 600 очков на хором от... ой, хопера, жиги, я поднимаю почти 2000 кристаллов, что является 4000 на... ну, примерно 4000, если как бы вкратце, то 3600 на обычном... ивенте. Ничья. Если бы это была победа, то есть, прислоните здесь 20%, я бы получил где-то 2500. 2500 это пятерочка. Пятерочка с обычной катки, где я, ну, как вы видите, просто разговаривал и делился своими мыслями. То есть, по кристаллам, в режиме, ну, прям вообще вопросов никаких, очень много фармится, так же, как и фармилось у нас в ДМКе. Поэтому, берите на заметку, что можно спокойно поднимать кристаллы без особых проблем, без никаких донатов и прочих вещей, на которые любят акцентировать ребятам внимание и говорить, что, типа, можно поднимать только там донатом, там еще с чем-то. Все можно зарабатывать без никаких вложений, без никаких донатов. И вот такие вот цифры в кристаллах, ну, каких-то жалких 10 миллионов спокойно можно иметь. Ну, и давайте откроем, друзья, контейнеры, контейнеры, контейнеры. У меня еще остался день тут премки, но премочка мне пока что не нужна. Я, к слову, друзья, еще приобрел дополнительно себе 80 дней премки за 2000 с небольшим танкойнов. В магазине у нас было такое интересное предложение и я не смог отказаться от него. Я посчитал нужным, что стоит приобрести все это замечательное движение и вам тоже советую, друзья. Смотрите, чекайте, может быть, у вас там есть танкойны, есть смысл приобретения премочки. Я считаю, что, например, если они у вас есть, премка никогда лишняя вам не будет, поэтому я в связи с тем, что у меня премка завтра заканчивалась, приобрел себе дополнительно 80 дней и в этом плане ни о чем не жалею. Но это так, чисто к слову. Я не байчу и ничего, просто чисто к слову. Открываем 7 заслуженных ультраконтов и перед тем, как я их открою, я бы хотел бы сказать одну маленькую вещь. Я не надеюсь на то, что мне что-то упадет с этих 7 ультраконтейнеров в связи с тем, что последние два открытия, которые я делал, они не увенчались абсолютно никаким успехом и успехом я с ультраконтейнеров не поимел к слову вообще ничего. Максимум, что я видел, если не ошибаюсь, это было зеленое свечение, поэтому я не надеюсь, но скажу вам одну вещь. С ультраконтейнеров халявных супермиссий в последнее время очень большому количеству игроков начали падать очень крутые ништяки и поэтому возможно те ребята, которые не выполняют сейчас супермиссии, я бы вас попросил бы задуматься и возможно в дальнейшем попробовать повыполнять супермиссии, которые будут в дальнейшем появляться у нас в игре, дабы получить ультраконтейнеры и возможно что-то крутое наконец-таки выбить, потому что ну когда ребята начинают выбивать кризисы всякие крутые устройства на постоянной основе и многим это начинает реально дропать, не то что там одному рандомно, там другому рандомно, реально, ну есть определенные большие количества игроков, которым реально падает, значит шанс может быть увеличили, может быть какая-то дополнительная там магия подкруточка работает, поэтому пробуйте, открывайте, надеюсь, что вам что-то дропает, но я не надеюсь ни на что, я просто открываю, зная, что у меня шикарных 7 белых, ну давайте 5 открою, ну мне вообще пофиг, мне вообще пофиг, что тут выпадет, потому что, ну я знаю, что у меня ничего, то есть там кому-то могут кризисы падать, но, 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 но я-то знаю, что у меня, как бы, поэтому, но я уже ничему не удивляюсь, и типа, если вы думали, что я, например, сказал это с точки зрения того, чтобы мне что-то дропнуло, и я вдруг там сказал, вау, а я знал это, но вам специально так сказал, вау, ну я знал, что у меня, как бы, дефолт, 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 но, то, что многим ребятам начало падать, это уже очень круто, такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если вам понравился, если вам есть что сказать по поводу контейнеров, что вам дам дропы, кому там эти кризисы нападали, ребяточки, ну поделитесь со мной этой информацией, мне всегда интересно, кому эти кризисы падают по красоте там, напишите, что вот я тот самый челик, который хоп-хоп, получил с супермиссии контейнеры, открыл, мой кризис мне упал, напишите, поделитесь, я в принципе и так, ну многих знаю, ну вы поделитесь этой информацией в комментариях к этому видеоролику, ну и либо поделитесь информацией вообще в принципе, что вам падает, мне будет интересно по этому поводу почитать, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг этого не сделали, поддерживайте данный видеоролик, у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!